Су-24, изделие Т-6, по кодификации НАТО, фенсер, фехтовальщик, советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей. Носитель тактических ядерных зарядов. Немодифицированная версия самолета снята с вооружения в 2016 году. Модифицированная версия Су-24 постепенно заменяется фронтовым бомбардировщиком Су-34 в частях ВКС России-2. Воздухозаборники двигателей, боковые, плоские, с вертикальным расположением клиноторможения. После ряда экспериментов на серийные самолеты, начиная с номер 21-26, перестали устанавливать подвижные панели и другие элементы системы регулирования проходного сечения канала воздухозаборника, оставив только створки подпитки, работа которых привязана к системе выпуска, уборки закрылков. В задней части воздухозаборников между их нижней поверхностью и воздушными каналами расположены отсеки оборудования. Крыло и оперение. Крыло состоит из центроплана и поворотных частей крыла. Печак. Силовым агрегатом поворотной консоли является кессон с силовым набором из четырех лонжеронов и шестиер. Механизация крыла включает четырехсекционные предкрылки, трехсекционные двухщелевые закрылки, на поздних сериях самолета, двухсекционные и интерцепторы. Система управления механизацией обеспечивает сначала выпуск предкрылков на угол 27 градусов, а затем выпуск закрылков на угол 34 градуса, а при уборке сначала убираются закрылки, затем предкрылки. Привод и тех, и других осуществлен общим двухканальным гидравлическим приводом РП-63 через раздаточный механизм. Поворотный узел позволяет переставлять крыло на любой угол с 16 до 69 градусов. Система с ПК-3 выполнена двухканальной. Привод крыла осуществляется двухканальным гидромотором, рулевым приводом РП-64, вращение валов которого передается на поворотные узлы через винтовые преобразователи ЭП-4. Интерцепторы применяются для повышения эффективности поперечного управления при стреловидности крыла менее 53 градусов. Их полный угол отклонения составляет 43 градуса. На консолях крыла снизу установлено по одному поворотному пилону подвески, которые при любом угле стреловидности всегда параллельны строительной оси самолета. Цельноповоротный стабилизатор служит для продольного управления самолетом и его балансировки. Половины стабилизатора навешаны на силовой шпангу от хвостовой части фюзеляжа и отклоняются двумя гидравлическими комбинированными агрегатами, управляются на углы от 11 градусов до 25 градусов. Угол стреловидности по линии 3-4 хорд составляет 55 градусов. Вертикальное оперение состоит из килей двух подфюзеляжных грибней, стреловидность килей по линии 3-4 хорд составляет 55 градусов. Руль направления навешан на четвертых узлах крепления, управляется гидравлическим рулевым агрегатом и может отклониться на углы плюс-минус 24 градуса. Весовая балансировка руля осуществлена с помощью трех грузов-балансиров, установленных в его носке. Шасси и тормозной парашют. На самолете смонтировано трехстричное шасси с передней и двумя основными стойками. На основных стойках установлено по два тормозных колеса КТ-172 с шинами 950 на 300 мм и нормальным зарядным давлением пневматика 12 КГС-СМ2 1,2 мпа. Передняя опора оснащается парой нетормозных колес КН-21 с шинами 660 на 200 мм и механизмом разворота, позволяющим осуществлять управление самолетом при движении по аэродрому. Также сверху сзади колес передней опоры установлен грязезащитный щиток, предотвращающий попадание мусора в воздухозаборники двигателей. Уборка и выпуск шасси производятся с помощью гидросистемы. В случае ее неисправности шасси выпускается от аварийной пневмосистемы. При этом сначала выходит передняя опора, а затем основные. В убранном положении стойки удерживаются механическими замками с гидравлическим управлением, выпущенным устройствами подкосов, раскосом и кольцевыми замками. Торможение колес производится от основной пневмосистемы самолета, аварийное – от аварийной пневмосистемы. Ниша передней стойки закрывается складывающейся передней и двумя боковыми створками. Ниши основных опор оснащены тремя створками и створкой тормозным щитком. Колея шасси 3 метра 31 сантиметр. База 8 метров 51 сантиметр. Парашютно-тормозная установка ПТК-6 состоит из круглого контейнера с двумя створками, двух вытяжных и двух основных крестообразных парашютов, замков выпуска и отцепки. Первоначально контейнер находился в верхней части фюзеляжа, начиная с самолета номер 15-28 был перемещен под руль направления. Тормозные парашюты штатно используются при каждой посадке самолета. Силовая установка. На самолете установлены два ТТРФ АЛ-21Ф3, изделий 89, с тягой на форсаже, на уровне земли, 2 на 11200 кгс, на максимальном бесфорсажном режиме 7800 кгс. В качестве топлива используется керосин марок ТС-1 и их смеси. Особенностью самолета являются электрические руды, без механической связи с двигателями. Конструктивно двигатель состоит из осевого 14-ступенчатого компрессора с поворотными лопатками направляющего аппарата, прямоточной трубчатой кольцевой камеры сгорания, трехступенчатой осевой турбины, прямоточной трехстабилизаторной форсажной камеры, регулируемого всережимного реактивного сопла с расширяющейся частью, турбостартера с агрегатами системы автономного запуска, коробки приводов агрегатов, системы регулирования и топливной автоматики, Систем питания двигателя топливом и маслом, электрооборудование и противообледенение. Топливная система состоит из трех внутренних фюзеляжных баков-отсеков. Второй бак, расходный, имеет емкость 11 860 литров. На самолетах до номер 8, 11, 11 200 литров. Топливо находится под избыточным давлением 0,2 кгс SM3, 20 копеек по, обеспечиваемым системой дренажа и надува. Также на самолет возможна подвеска трех дополнительных подвесных баков, двухкрыльевых ПТП-3000 и фюзеляжного ПТП-2000, что увеличивает емкость топливной системы еще на 8000 литров. Для обеспечения требуемого диапазона центровок выработка топлива производится автоматически в определенной последовательности. При действии околонулевых и отрицательных перегрузок топлива к двигателям поступает из бака аккумулятора, откуда оно выдавливается воздухом. Для контроля запаса топлива на самолете установлена топливомерно-расходомерная аппаратура. Заправка топливных баков производится централизованно через стандартный заправочный штуцер, при отсутствии аэродромного топливозаправщика, раздаточным пистолетом через заливную горловину бака номер 1 и горловины подвесных баков. На самолете предусмотрена система аварийного слива топлива, трубопроводы слива выведены за хвостовой кок фюзеляжа. Противопожарное оборудование самолета состоит из системы контроля и пожаротушения, а также системы нейтрального газа. Последнее предназначено для защиты топливных баков самолета от взрыва при прострелах и повреждениях, а также для поддержания в них избыточного давления на всех режимах полета путем надува их газообразным азотом. Азот находится под давлением 210 кгс СМ-2, 21 мпа, в четырех баллонах УПЦ-16 емкостью по 16 литров. Агрегаты системы нейтрального газа расположены в хвостовой части фюзеляжа между мотоотсеками двигателей. Кабина самолета, герметическая вентиляционного типа, обеспечивает нормальную работу экипажа в высотных костюмах во всем диапазоне высот полета. Рабочие места членов экипажа с катапультируемыми креслами К-36Д, с самолета номер 9, 11, К-36, размещены рядом слева места летчика, справа штурмана. Система аварийного покидания позволяет катапультироваться как индивидуально, так и принудительно во всем эксплуатационном диапазоне высот и скоростей, а также на земле при разбеге, пробеге, со скоростью не менее 75 км в час. На приборной доске, панелях и пультах, установленных по бортам кабины, размещены приборы и аппаратура для управления и контроля работы самолетных систем, силовой установки, оборудование, вооружение, органы управления самолетом и двигателями. В распоряжении экипажа имеется 46 индикаторов, 206 сигнальных ламп и ламп-кнопок, более 20 рычагов, свыше 300 выключателей, АЗС, кнопок, переключателей и других органов управления. Внутренняя окраска кабины. На первых сериях машины кабина серая, приборная доска черная. В дальнейшем приборные доски и пульты стали окрашивать в синий-зеленый цвет, изумрудный. Внутри кабинное освещение выполнено заливающим красным светом. На самолетах, начиная с номер 14, 11 кабина оборудуется светозащитными шторками от светового излучения ядерного взрыва, ООС, которые также используются и для тренировочных полетов, так называемые полеты под шторкой. Фонарь кабины состоит из неподвижной части и двух створок, откидывающихся назад, в стороны независимо друг от друга. Система управления створками фонаря обеспечивает эксплуатационное открытие и закрытие, а также аварийный сброс створок при катапультировании. Для защиты стекол передней части фонаря от обледенения установлена система обдува стекол горячим воздухом. Требуемые температура, давление воздуха и вентиляция в кабине обеспечиваются системой кондиционирования. Герметизация кабины по периметрам откидных частей фонаря осуществляется в помощи надуваемых воздухом шлангов герметизации, по заклепочным швам и болтовым соединениям, нанесенным на внутреннюю поверхность кабины герметиком. Трубопроводы, тяги управления и электрожгуты выведены из кабины через герметичные выводы. Внутренняя поверхность кабины оклеена теплозвукоизоляцией ионным покрытием. Окраска самолета Практически все строевые самолеты в СССР получили светло-серую окраску сверху и с боков. Нижнюю поверхность фюзеляжей и плоскостей красили в белый цвет, так называемый противоатомный, защищающий поверхность от световой вспышки. Поставляемые за рубеж по требованию заказчика могли иметь различную камуфлированную окраску. Тем не менее, особенностью всех Су-24 является хронически грязное брюхо фюзеляжа, особенно в районе двигателей. В районе левого борта кабины рисуется эмблема, логотип производителя. Также в полках, вооруженных Су-24 широкую практику получили наносимый на фюзеляж всевозможные рисунки и эмблемы, так называемая бортовая живопись. Система автоматического управления полетом САУ-6 Управление самолетом по каналам тангажа, креной курса может осуществляться как экипажем, так и с помощью системы автоматического управления САУ-6. Данное САУ может работать в режимах стабилизации траектории, демпфирования, а также обеспечивать выполнение маловысотного полета с огибанием рельефа местности по информации РС-рельеф. Сигналы системы автоматического управления подаются непосредственно на вход гидроусилителей и электрогидравлических агрегатов, отклоняющих рулевые поверхности. На случай отказа САУ в режиме маловысотного полета в системе продольного и поперечного управления предусмотрены специальные рулевые агрегаты, обеспечивающие безопасный уход самолета от земли и приведение его к нулевому крену. Прицельно-навигационная система НС-24 Puma Система предназначена для решения следующих задач Круглосуточного всепогодного обнаружения и прицельного поражения тактических наземных целей всеми видами вооружения самолета. Автономного и автоматического решения задач самолета вождения с программированием заданного маршрута. Обеспечение безопасного маловысотного полета с предупреждением столкновений и облетом наземных препятствий в вертикальной плоскости. Обеспечение прицельного поражения маломаневренных воздушных целей, транспортные, связные самолеты и тому подобное, при обнаружении их визуально или с помощью теплопеленгатора. В состав НС-24 Puma входит радиолокатор переднего обзора, РПО, Ориона, радиолокатор предупреждения о столкновении с наземными естественными препятствиями, РС, рельеф, пассивный радиолокационный пеленгатор, ПРП Пфилин, электронно-оптический визир Чайка-1, теплопеленгатор ТП-23, система наведения ракеты Х-23 Аркан с радиокомандной линией Дельта и телевизионным пеленгатором Таран, доплеровский измеритель скорости и угла сноса ДИС-7. Радиовысотомеры малых ОФ-3МП и больших ОФ-18А1КРОНО, высот, малогабаритная инерциальная система МИС-П, система воздушных сигналов СВС-ПН-3, система автоматического управления самолетом САУ-6, система индикации с прицельно-пилотажным визиром ППВ, бортовая цифровая вычислительная система на базе ПЦВМ Орбиты-10, СЭВУ-10-058, коммуникационная аппаратура и ряд других систем. Масса системы составляет 837 кг. Радиосвязное оборудование. Командное УКВ, ДЦВ радиостанция Р-832 «Эвкалипт». Приемопередающая коротковолновая радиостанция Р-847 «Призма» или Р-846 на самолетах СН-15, 28, Р-864. Самолетное переговорное устройство СПУ-9, магнитофон МС-61, радионавигационное оборудование. Бортовая радиотехническая система ближней навигации Р-СПН-С-6 с РОМП-1К, бортовая радиотехническая система дальней навигации Р-СПН-10, автоматический радиокомпас Арк-10 на самолетах поздних серий Арк-15. Самолетный ответчик СА-63Б, антенна-фидерная система АВС, пион ГТ-6, обеспечивающая работу Р-СПН-С-6, СА-63Б и ответчика системы газопознавания. Маркерный радиоприемник МП-56П. Бортовой комплекс обороны БК-2. Станция предупреждения об облучении СПУ-10 «Сирена» третьим, впоследствии СПУ-15 «Береза». Станция помех «Сиренев» или более новые «Герани» или «Гордения». Теплопеленгатор МАКУ, СУ-24. Автомат постановки помеха ПП-50, ДЛЦ. А также аппаратура государственного опознавания СРЗО-2 «Кремний-2» впоследствии заменена на АЦ-62 пароль. Аппаратура объективного контроля тестера У-3 до самолета Н-8-11 устанавливалась аппаратура САРП. Вооружение. Группа вооружения проверяет ракету Х-25 с лазерным наведением на пилона Су-24. Латакия, Сирия, 2015 год. Вооружение Су-24 включает стрелково-пушечное вооружение, неуправляемые авиационные бомбардировочные средства поражения, неуправляемые авиационные ракеты, управляемые авиационные ракеты классов воздух-поверхность. Самолет Су-24 до номер 08-11 имел 6 точек подвески, начиная с номер 08-11, 8 точек подвески, 4 подфюзеляжных, 2 под центропланом и 2 под поворотными консолями крыла. Для решения задач подготовки и выбора видов оружия, управления пуском, сбросом, авиационных средств поражения и взрывателями при различных вариантах загрузки самолета предназначена установленная на борту система управления оружием Су. Варианты подвески и максимальная масса возимого груза различны на самолетах до номер 08-11, 4500 килограммов и начиная с номер 08-11, 7500-8 тысяч килограммов. 10. Стрелково-пушечное вооружение состоит из встроенной пушечной установки, шестиствольной пушки ГШ-23 или ГШ-23, АО-19, изделий 9А620 или 9А768, калибра 23 мм, имеющий боекомплект 500 снарядов. Пушка размещена на нижней поверхности фюзеляжа на стыке с правым воздухозаборником. Скорострельность пушечной установки – до 9000 выстрелов в минуту. Начальная скорость снаряда составляет 715 метров в секунду. Отдача – 4500 КГС, 44 копейки Н, масса пушки – 73 килограмма. Помимо ВПУ, на самолет могут подвешиваться три съемных подвижных пушечных установки СПУП-6. Бомбардировочное вооружение состоит из неуправляемых авиационных бомб калибра 1500,500 и 100 кг, разовых бомбовых кассет РБК-500 и РБК-250, зажигательных баков ЗБ-500, размещаемых на внешних подвесках на балочных держателях 4 и 3 групп. На самолет можно подвесить три авиабомбы ФАП-1500 на балочных держателях БД-4У, 10 бомб ФАП-500-м 62 на два балочных держателях БД-3У, 4 многозамковых МБСТ-СУ-2, 14 бомб ФАП-250-м 62 на многозамковых держателях МБСТ-СУ-6, 68. По трем на каждом подцентропланом и по двум на подфюзеляжных, или 28 менее длинных ФАП-250-м 54, 4 на 4 подфюзеляжных 2 на 6 на центроплане. Вариант с максимальной бомбовой нагрузкой, 36 АФАП-100, 120 на держателях МБСТ-СУ-6, 68. Специальное бомбовое вооружение включает две неуправляемые свободнопадающие авиационные бомбы РН-28 с ядерным зарядом. Боевая нагрузка при этом, с учетом боеприпасов к пушке, составляет 918 килограммов. 11. Неуправляемое ракетное вооружение состоит из ракет калибра 57, 80, 240 и 266 дробь 340, 420 мм с боевыми частями осколочного, осколочно-фугасного, кумулятивного и проникающего действия, а также специального назначения. 12. Неуправляемые авиационные ракеты калибра 57 мм применяются из блоков УП-32А-73, имеющих 32 пусковых ствола, и представлены на артипе С-5, С-5МО, С-5К, С-5ККП с боевыми частями фугасного, осколочно-фугасного, кумулятивного и кумулятивно-осколочного типа соответственно, специализированных ракет осветительного, С-5А и противорадиолокационного, С-5П назначения. 13. Неуправляемые ракеты калибра 80 мм применяются из 20 ствольных блоков Б-8 и могут комплектоваться кумулятивно-осколочной, Нар-С-8, С-8, С-8А, С-8, или фугасно-проникающей, С-8Б боевыми частями, стреловидными поражающими элементами, Нар-С-8ВС, С-8АС. 14. Тяжелые неуправляемые ракеты типа С-24, С-24Б, калибра 240 мм имеют осколочно-фугасную боевую часть и применяются с авиационных пусковых устройств АПУ-68-2. 14. Неуправляемые ракеты С-25 калибра 266 мм имеют надкалиберную боевую часть осколочного, С-25А, или осколочно-фугасного, С-25ОВ, действия диаметром 420 и 340 мм соответственно и запускаются из одноразовых устройств 0-25. 15. Одновременно на самолет может быть подвешено до шести блоков УП-32 и Б-8, четыре ракеты С-24 или шесть устройств 0-25 СНАР-С-25. Управляемое ракетное вооружение включает тактические управляемые ракеты УР-класса воздух-поверхность типа Х-23 и противорадиолокационные управляемые ракеты Х-28 и Х-58. УРХ-23 изделие 68 имеет радиокомандную систему наведения с передачей команд управления по радиолинии Дельта, аппаратура которой установлена на борту самолета-носителя и ракеты. На самолете Су-24 обеспечена возможность подвески четыре ракет Х-23 на пусковых устройствах АПУ-68-2. Управляемая ракета класса воздуха РЛС Х-28 и изделие Д-8 имеет пассивную радиолокационную головку самонаведения. УРХ-58 изделие Д-7 имеет аналогичное назначение и систему наведения. На самолет можно подвесить две ракеты Х-28, на пусковых устройствах ПУ-28 или две Х-58, на авиационных катапультных устройствах типа АКУ-58-1. Для самообороны на первых сериях самолета применялись ракеты класса воздух-воздух СК Эксенея Р-55, модернизированные РС-2УС, в дальнейшем Р-60. Возможно их подвеска на двойные узлы типа АПУ-60Ай-1, под поворотными пилонами подвижных частей крыла. Технические характеристики. Экипаж два человека. Длина 24,594 метра. СВТ. Размах крыла. При угле стреловидности равно 16,17,638 метра. При угле стреловидности равно 69,10,366 метра. Высота – 6,193 метра. Площадь крыла. При угле стреловидности равно 16,55,16 квадратного метра. При угле стреловидности равно 69,51 квадратный метр. Коэффициент удлинения крыла. При угле стреловидности равно 16,5,64. При угле стреловидности равно 69,2,107. Угол стреловидности по передней кромке 16, 35, 45, 69 градусов. Поперечная V-крыла 4,5 градуса. База шасси 8 метров 51 сантиметр. Колея шасси 3 метра 31 сантиметр. Масса пустого 21 200 килограммов. Масса снаряженного 22 300 килограммов. Нормальная взлетная масса 32 300 килограммов. Максимальная взлетная масса 39 700 килограммов. Нормальная посадочная масса 24 500 килограммов. Максимальная посадочная масса 28 000 килограммов. Масса топлива во внутренних баках 9 800 килограммов. Объем топливных баков 13 000 литров. Силовая установка 2 на ТТРТ РТАЛ-21ФЗ. Бесфорсажная тяга 2 на 7 800 КГС 76,5 копейки Н. Форсажная тяга 2 на 11 200 КГС 110 копейки Н. Летные характеристики. Максимальная скорость на высоте 200 метров 1400 километров в час без подвесок. На большой высоте 1700 километров в час М равно 1,6. Скорость отрыва 360 400 километров в час. Посадочная скорость 285 310 километров в час. Боевой радиус 560 километров на высоте 200 метров с ПТП и нормальной боевой нагрузкой. Перегоночная дальность 3055 километров с ПТП. Практический потолок 11 000 метров. Нагрузка на крыло 607 килограммов на квадратный метр при нормальной взлетной массе при равно 16. Тяговооруженность 0,67 дробь 0,56 при нормальной максимальной взлетной массе на форсаже. Длина разбега 1150 250 метров при нормальной взлетной массе. Длина пробега 950 000 метров при нормальной взлетной массе и с тормозным парашютом. Максимальная эксплуатационная перегрузка 6,5 G. Вооружение. Стрелково-пушечная 1Х шестиствольная 23-м пушка ГШ-23 с 500 патронов. Боевая нагрузка 7000 килограммов. Максимальная 8 узлов подвески вооружения. Управляемые ракеты. Ракеты воздух-воздух. 2 на Р-60А-8. Ракеты воздух-земля. 4 на Х-25МЛ, МР или Х-23. 3 на Х-29Л, Т или Х-59. 6 на С-25Л, на Х-35-12. 2 на Х-58. Неуправляемые ракеты. 192, 6 на 32, на 57 мм С-5 в блоках УП-32 или. 120, 6 на 20, на 80 мм С-8 в блоках Б-8 или. 36 на 5, на 122 мм С-13 в блоках Б-13Л или. 4 на 240 мм С-24 или. 6 на 266 мм С-25. Бомбы, свободнопадающие и корректируемые различного назначения. Бомбовые кассеты в разных комбинациях, но не более 7000 килограммов. 3 на 1500 килограммов, ФАП-1500, КАП-1500Л, ТК и так далее, на балочных держателях БД-4 УСК-Б или. 8 на 500 килограммов, КАП-500Л, КРЗБ-500, ФАП-500М-62, на балочных держателях БД-3 УСК-Б или. 16 на 250 килограммов, ФАП-250М-62, РБК-250 или. 28 на 250 килограммов, ФАП-250М-54 или. 32 на 100 килограммов, АФАП-100, на держателях МБСТ-СУП или. 8 на контейнеров КУМ-2.